МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина о главных новостях прямо сейчас. После парламентских каникул депутаты Госсовета Чувашии рассмотрели социальные законопроекты. Молодые и активные в республике подписали меморандум о создании нового молодежного движения. Занавес поднят. В Чебоксарах открылся фестиваль Театральное Приволжье. После парламентских каникул депутаты Госсовета Чувашии собрались на первую осеннюю сессию. Рассмотрено 16 законопроектов, большая часть социальной направленности. Участие в работе сессии принял в Рио главы Чувашии. Парламентарии поздравили Олега Николаева с победой на выборах. В свою очередь руководитель республики поблагодарил всех жителей за оказанное доверие и поддержку. Все подробности в нашем сюжете. Олег Николаев озвучил планы и задачи предстоящей совместной работы депутатского корпуса и правительства республики, при этом ссылаясь на стратегию социально-экономического развития Чувашии. Таким образом наметим конкретные планы и инвестиционного развития философской республики, прежде всего строительства инфраструктурных объектов, объектов социально-культурного значения, здравоохранения, образования, культуры. Ну и, конечно же, развитие на этой основе государственного частного партнерства и проявление достаточно большого количества предприятий, хозяйствующих субъектов. И отрадно, что такого рода заявки уже поступают, и мы сейчас очень плотно работаем, чтобы в Канасе в ближайшее время, уже на следующий год, появится еще один завод на площадке инвестиционного парка с висителем более чем 3 миллиарда рублей и с созданием рабочих мест более тысячи человек. На СССР депутаты единогласно утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2021 год. Он немного увеличится по сравнению с прошлым годом. На будущий год прожиточный минимум пенсионера будет в размере 8 035 рублей. У кого пенсии будет ниже, я еще раз повторяю, значит им до этой суммы будут доводить за счет социальных выплат. Надо сказать, что речь идет о более 21 тысяче получателей пенсии. На выплаты понадобится свыше 500 миллионов рублей. Почти столько же денег выделят и на пособие многодетно малообеспеченным семьям, которые имеют 5 и более детей, не достигших 18 лет. Уже со следующего года они получат больше средств, чем семьи с четырьмя. Суммы выплат будут зависеть от категории семьи и возраста ребенка. Также народные избранники утвердили кандидатуру Алифтины Федоровой, представленной на должность уполномоченного по правам ребенка в Чувашской республике. Теперь выбор депутатов должен одобрить федеральный омбудсмен. Уполномоченная по правам человека Надежда Прокопьева со своего поста ушла по собственному желанию. В течение 60 дней депутатам предстоит выбрать нового кандидата. Анжелика Григорьева, Игорь Зверев, Республика. В единый день голосования в республике выбирали и депутатов органов местного самоуправления. Итоги предварительные. На выборах в Чебоксарское городское собрание депутатов по 21-мандатным избирательным округам лидирует «Единая Россия». Она набрала более 35%, следом идет КПРФ – около 17%, ЛДПР – более 13%, «Справедливая Россия» – более 12%, партия пенсионеров – 9,5%. Эти партии преодолели 5-процентный барьер и по закону смогут получить места в столичном собрании. Явка избирателей по предварительным итогам составила 43%. Выборы в Чебоксарское городское собрание депутатов седьмого созыва прошли по смешанной системе. Из 43 депутатов по одномандатным округам будет выбран 21 депутат. По единому избирательному округу будет замещено 22 депутатских мандата из представителей партий. Вновь отстаивать интересы избирателей будут Евгений Кадышев, Николай Владимиров, Олег Картунов и другие. В Новочебоксарске выбирали одномандатников в 25 округах. В числе депутатов нового созыва по-прежнему Олег Матвеев, Наталья Добрянская, Алексей Албутов и другие. Всего 9 депутатов из прежнего созыва. Сегодня в Чувашии подписали меморандум о создании нового молодежного движения. «Молодежь Чувашии» станет общественной организацией, в которую войдут различные объединения. Студенческие отряды, волонтерские организации, клуб веселых и находчивых спортивной федерации. Подписи под меморандумом поставили 12 организаций. Все они давно работают в республике, реализуют проекты в различных сферах. Еще в начале пандемии ранней весной остро встал вопрос взаимодействия различных общественных организаций, оказывающих помощь пожилым, больным, малообеспеченным. Тогда в Рио главы Чувашии Олег Николаев призвал создавать центры поддержки, объединять волонтерские организации. Ныне подписанный документ поставил работу в правовое русло. Я вот крайне заинтересован в нахождении тех направлений, тех конкретных механизмов взаимодействия с вами, с тем, чтобы это было интересно всем и в целом полезно обществу. Имеет сегодня колоссальное значение, что будут принять решение объединить усилия, а меморандум, мне кажется, ровно демонстрации этого стремления, для того, чтобы как раз все молодежные объединения, общественные объединения, организации, которые каким-то образом функционируют на территории Чувашской республики, сегодня говорят «да» за то, чтобы объединить усилия. Объединять усилия надо в различных направлениях, в том числе и проектном. В этом году молодежь Чувашии заняла четвертое место в России по числу выигранных грантов. Огорчает только, что большинство таких проектов будут реализовываться в столице. Чебоксары и Новый Чебоксар списать гранты научились, и мы пишем, и действительно выигрываем. Но вот с района, пока районы, муниципалитеты, конечно, пока немножечко пробуксовывают, за исключением некоторых, в основном Алаты, Решумерли, может быть, кого-то забыл, извините. И тут, конечно, я обращаюсь и к коллегам тоже к нашим, и сам тоже. Мы неоднократно уже встречались, и я думаю, что, по крайней мере, вот я, как руководитель организации, Центр социально-проектирования общественной организации, ставим для себя теперь уже будущие цели, это, конечно, работа с регионами. Наша совместная задача с вами, в том числе через реализацию вот этого муниципалитета, дойти до каждого муниципалитета, как минимум на районе мира, и организовать помощь муниципальному образованию и соответствующему молодежному движению. И таким образом, мы с вами, с одной стороны, просто его организуем, второе, может быть, даже более главное, будем подсталкивать муниципалитет с точки зрения конкретных действий в этом направлении. Просто будем подсталкивать. Поэтому, если вы вот эту работу организуете, если вы ее систематизируете и определенным образом организуете, я вам буду просто нагадать. Цель новой организации «Молодежь Чуваши» – объединить усилия и направить ресурсы активной части общества на развитие республики, обеспечить молодым людям карьерный лифт и участие в социально-экономическом развитии родного региона. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Юрий Марков, «Республика». Лучшие в своих профессиях продолжают состязаться в мастерстве. Идут соревновательные дни финала 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Как работают участники из Чуваши? Смотрите далее. Финал 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» в этом году кардинально отличается от предыдущих. Каждый год соревнования проходили на базе одного города, и все участники съезжались туда со всей России. Сейчас из-за пандемии каждый участник выполняет задания на базе своего учебного заведения. Так, например, в стенах Чебоксарского профессионального колледжа имени Никольского участник компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей показывает, на что способен. Он точно знает, где находится распредвал, может прокачать тормоза и по звуку определить неисправность двигателя. Он, как и все участники компетенции, профессионал своего дела. Николай Крылов защищает честь Чувашии на финале чемпионата. К этому соревнованию Коля готовился почти полгода. Ремонт двигателя, поиск и устранение неисправностей в коробке передач, электрика и диагностика всего автомобиля. Всего участники должны выполнить три модуля, на каждый дается по два часа. Думаю, справляется достаточно хорошо, но задания достаточно сложные, все-таки от нас финал. Мы всем техникам, конечно, хотим, чтобы стал хотя бы призером, победителем тем более. Получится ли у Коли стать чемпионом страны или нет, мы узнаем совсем скоро. Соревнования продлятся до 21 сентября. В итоге лучший в компетенции представит всю Россию на 46-м чемпионате мира по профессиональному мастерству. Он пройдет в 2021 году в Шанхае. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Осень – пора сбора урожая и борьбы с вредителями. На территории Чувашской республики в настоящее время установлены фитосанитарные зоны по вредителю золотистая картофельная нематода. Было больше, но около 55 гектаров уже выведены из карантина. Подробнее об этом в следующем сюжете. В Чувашии картофель – одна из основных сельскохозяйственных культур. Под него отданы огромные площади. И если выявляется заражение, приходится предпринимать очень жесткие меры. Несколько лет назад в Цивильском районе выявили золотистую картофельную нематоду. Землю пришлось вывести из использования. Сейчас, благодаря соблюдению необходимых ограничений и комплексу оздоровительных мер, введению севооборотов, выращиванию культур, для которых вредитель безопасен, карантин сняли. Важно отметить, что для упразднения карантинной зоны на протяжении трех лет на территории, ранее зараженной данным вредителем, он не должен быть обнаружен. Поэтому специалисты Россельхознадзора следят за картофельной нематодой особенно пристально. Ежегодно специалистами управления Россельхознадзора, совместно со специалистами сельского поселения, с участием владельцев участков и хозяйств, из-под посадок картофеля отбираем почвенные образцы, которые упаковываются в сейф-пакет и направляются в лаборатории для дальнейших экспертиз на выявление нематоды. Это все делается в рамках государственного задания за счет финансирования государственного бюджета. То есть владельцы от этого даже никаких финансовых нагрузок, потерь не понесут. Это делается все бесплатно. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. После долгого вынужденного перерыва в Республике свои двери для зрителей открывают кинотеатры и театры. Для всех, кто соскучился по сцене и кино с широких экранов, это хорошая новость. На этой неделе открылись кинотеатры. А в течение месяца заработают и театры. Первым начнет сезон коллектив театра юного зрителя имени Михаила Сейспеля. Он встречает гостей уже 19 сентября. Зрителей ждут премьеры и в кинотеатрах. Многие фильмы года запоздало выходят в широкий прокат. Все организации соблюдают определенные меры безопасности. Заполняемость зрительного зала составляет не более 50% посадочных мест. Рассадка зрителей на расстоянии не менее одного метра и соблюдение дистанции фойе. Последние два ограничения не распространяются на зрителей, которые являются членами одной семьи, либо проживают вместе. Ну и, конечно, никто не отменял масочный режим. Не забывайте об этом, отправляясь культурно отдыхать. Сегодня в Русском драматическом театре торжественно открылся окружной фестиваль «Театральное приволжье-2020». Его старт в прошлом году оказался успешным для многих актеров-любителей. Играй! Разрешай! Бог! Не профессионалы, но одержимые творчеством. Окружной фестиваль «Театральное приволжье», организованный по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, открыл много новых имен в сценическом молодежном проекте. В этом году конкурс будет проходить в три этапа. Напомним, премьерный год для Чуваши был очень успешным. Окружной фестиваль «Театральное приволжье» проходит уже второй год. В прошлом году республика очень эффективно приняла участие в данном фестивале. Студенческий театр занял первое место. И школьный театр занял третье место. Дополнительно еще три номинации были взяты. Это лучшая женская, лучшая мужская роль, это лучшая режиссура. Лучшим студенческим театром был признан Межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад» с постановкой «Мой дедушка был вишней». Была проделана огромная работа, потому что ребята проживают. Проживают свои роли, проживают те образы, которые для них придумывают режиссеры. И это было сложно. Но тем не менее, мы очень рады, что наш спектакль был не просто хорошо оценен в нашей республике, но и вышел, и занял первое место во всем ПФО. Принимая участие в театральных постановках, молодые люди познают подлинное искусство. И вот тут-то становится ясно, хобби это или шаг к профессиональной карьере. Стараются и режиссеры спектаклей, понимая, как важен дебют на сцене. Отборочные этапы фестиваля будут проходить до 15 декабря, а в марте 2021 года будут известны имена победителей. Ольга Семенова, Юрий Марков, Республика. В октябре в Чувашии пройдет отборочный тур конкурса «Золотые таланты России». Его идея родилась в начале 2000-х и с тех пор Фонд русско-исполнительское искусство. И Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова Иванова поддержал более 3000 молодых музыкантов и талантливых педагогов из России и стран СНГ. Ректор института Валерий Ворона недавно побывал в Чебоксарах в качестве наблюдателя на выборах главы Чувашии и рассказал о планах дальнейшего сотрудничества. У нас юбилейный год, много мероприятий. Мы выиграли два гранта. Один президентский на всероссийский открытый конкурс имени Ипполитова Иванова и второй фонда культуры на «Золотые таланты России», о котором я уже сказал. Так что у нас такой год насыщенный. Ну и мы думаем о серьезной стратегической программе, потому что я вижу здесь интерес к этому процессу ваших и местных властей. И он совпадает с позицией Министерства культуры. Мы могли бы сделать здесь международную творческую школу, мастер-класс, куда пригласить ведущих профессоров мира. Мы можем сделать крупнейшие фестивали с мегазвездами. В классике, в опере, в симфонической музыке. Мы можем делать здесь концерты наших молодежи, вундеркиндов, новой генерации музыкантов. Мы можем наладить системное сотрудничество центра с вашими учебными заведениями и проводить там симпозиумы, круглые столы, стажировки, консультации. У нас есть такой опыт, и мы где-то через год, через два, мы уже видим серьезные результаты там, где мы системно работаем. И в Москву приезжают уже абитуриенты совсем другого уровня. На самом деле у нас предложений очень много из различных регионов. Но здесь как-то душа ложится. Дуб, растущий в Маргаушском районе республики, участвует во всероссийском конкурсе Дерева года. Российское Дерево года – национальный отборочный этап ежегодного международного конкурса «Европейское Дерево года». Он проводится несколько лет во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее. В списке для голосования 12 исторических деревьев республика начала голосовать за дуб, изображенный на флаге и гербе Чувашии. Это старейшина Чувашских дубрав. Он оберегает народ уже четвертое столетие. Дуб растет в Ильинском лесничестве Маргаушского района. И это самое крупное и старое дерево в республике высотой 24 метра с диаметром ствола 182 сантиметра. Голосуйте за живой символ Чувашии на сайте rozdrevo.ru под номером 4. На старт, внимание, марш! Чувашия в 17-й раз примет участие во Всероссийском Дне Бега. Круз нации всегда вызывает интерес у любителей бега. Забег на разные расстояния – способ проверить физические возможности организма и твердость духа. В Чубаксарах он состоится 19 сентября. Организаторы стараются задействовать разные места, оставляя неизменным лишь преодолеваемое бегунами расстояние. В этом году старт будет дан в районе Центрального пляжа, а маршрут пройдет по Московской набережной. По традиции, участие могут принять все желающие старше 18 лет. Запланировано 5 забегов на дистанции 1000 и 2000 метров. Любителям активного образа жизни для участия необходимо заранее подать заявку. Зарегистрироваться можно на официальном сайте соревнований. Сечет крыша, сыреет потолок и зимой беспокоит наледь. Если кровля в вашем доме – хронический пациент фонда капремонта, то процент ее износа достаточно высок. Как сделать капремонт кровли рационально и избежать подобных симптомов в дальнейшем, обсудили в Торгово-промышленной палате Республики на семинаре совещания. В спикере некоммерческой организации «Хризатиловая ассоциация» представили проект от типовых решений к экспериментам. Об этом далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Летом не перегревается, а зимой не слишком охлаждается. Не боится шифер ни ржавчины, ни огня. К тому же обладает звукоизолирующими свойствами. А значит, сильный дождь крыши не превратится в звонкий барабан. Эти и другие характеристики выгодно отличают новое покрытие от металлических кровельных материалов. Это натуральное волокно, которое присутствует у нас в наших недрах, и цемент, который повсеместно применяется в строительстве. И вот этот композиционный материал на сегодня является, так скажем, немножко забытым, старым, добрым шифером, которым раньше было покрыто около 80% кровель в России. В последние годы шифер начал терять свою популярность и совершенно незаслуженно. Специалисты утверждают, что модные импортные новинки, вытеснившие традиционное покрытие, на деле обходятся куда дороже и, как правило, менее долговечны. Сегодня общество обращается к проверенным решениям. На первый план выходит хризатилцемент отечественного производства. Почему сейчас стали более широко его применять, вспомнив о нем, это экономичность. Если использовать шифер, то можно отремонтировать приблизительно 300 кровель, а если использовать металл и черепицы, то только 100. Сегодня кровельный шифер производят двух видов – волнистый и плоский. Листы обрабатывают защитными составами и окрашивают, благодаря чему они вне времени по всем показателям, в том числе и по эстетическим. Сейчас мы красим в пять базовых цветов. Заводы дают гарантию 12 лет. Металл черепицы выгорает, конечно, гораздо быстрее. И последнее наше национальное решение – также крашеные плоские листы, которые широко используются как вентилируемые фасады навесные. Он легче, чем керамогранит. И еще у него есть одно очень хорошее свойство – тем, что он легко обрабатывается. Кроме того, из хризатилцемента делают фасадную плитку и трубы. Совершенствуется производство. Остается неизменным одно – надежность. Ведь, как известно, все новое – хорошо забытое старое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова